Как коронавирус связан с пластическими операциями? В США заметили, что из-за пандемии люди стали чаще обращаться к хирургам. Сайт РБК приводит такое объяснение. Общаясь через компьютер и телефон, люди часто видят себя на экране, замечают морщины и другие недостатки. Тем более, пока сидишь дома, период восстановления почти незаметен, а иногда спасает и ношение маски. В Кирове так же, как в Америке или у нас к хирургам не спешат, узнавала Елена Чехомова. Когда тебе говорят, что пора к пластическому хирургу, можно обидеться, расстроиться и даже впасть в депрессию. А можно вспомнить, что ты журналист и записать интервью с пластическим хирургом Дмитрием Михайловичем Коваленко. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. За границей говорят, что из-за пандемии стали чаще обращаться к вашим коллегам, что чаще стали делать операции. Как у вас в Кирове? Ну, если началом пандемии считать март месяц, то первое, наверное, месяц-полтора был некий спад. То есть люди реально сидели дома, не могли понять, чем же себя занять. А в последующем, в общем-то, количество консультаций и последующих операций начало неуклонно расти. И что чаще делают? Ну, пальму первенства делят две операции. Назовем это блефоропластика. Это пластика век верхних и нижних. Мамопластика – это операции на молочной железе. Связь-то, наверное, такая, что люди очень часто стали общаться через эфир, через скайп, и вот смотрят на себя, и как-то, видимо, недовольны, что вот как раз может быть блефоропластика, да, то есть смотрят, аха, что-то вот морщинки у глаз, да. Как вы думаете, может быть какая-то связь тут все-таки? Частично соглашусь с вами, частично. Я так думаю, что поводом в большей степени все-таки послужило то, что многие никуда не поехали в весенние и летние отпуска, соответственно, на сэкономленные, назовем, средства решили заняться собой. Ага, понятно. И на сколько стало больше операций? Ну, так, навскидку, наверное, процентов на 25-30. Есть вообще какие-то тенденции, сезонность вот в вашей работе? Безусловно, сезонность есть, то есть вот сейчас непосредственно вторая половина, наступила вторая половина августа, приближается осень, и планомерно начинает расти спрос на операции на лице. Мамопластику потеснить практически невозможно по ее, так скажем, востребованности среди девушек и женщин. Вот вы как раз нам хотите показать, да? В своей практике, в общем-то, я при мамопластике пользуюсь так называемой примерочной, то есть с примерочными сайзерами, когда пациентка на консультации может примерить свою будущую грудь и определиться с формой и объемом, который ей необходим. То есть, получается, по самому импланту сложно понять, да, какой будет размер? Да, то есть, существует, по большому счету, две большие группы имплантов, круглая и анатомическая форма, понятно, да? Как это будет выглядеть у конкретной пациентки, помогает вот подобный набор. Есть ряд пациенток, которые, в общем-то, в силу своей занятости в обычной жизни вне пандемии, они откладывали эту операцию по увеличению груди в течение нескольких лет. А сейчас пришли? А как бы во время пандемии они пришли и сделали все-таки. Спасибо большое, Дмитрий Михайлович, что ответили на наши вопросы. С нами был пластический хирург Дмитрий Михайлович Коваленко. До свидания. До свидания, Елена. До встречи.